Покажите язычок мне, пожалуйста. 30-летний анестезиолог Владимир Хиновкер в составе команды врачей, проведших сотую в Красноярске операцию, по замене тазобедренного сустава. 2001 год стал реальным прорывом в медицине, ведь раньше диагноз перелом шейки бедра означал почти смертельный приговор – доживание в состоянии обездвиженности. Доктор Хиновкер в прямом смысле приложил руку к внедрению очень многих прогрессивных медицинских методик. Из последнего Владимир Владимирович возглавлял реанимацию в ковидном госпитале ФМБА и стал применять лечение больных ковидом, переливая им плазму крови выздоровевших пациентов. Кроме того, доктор Хиновкер работает в службе органного донорства. Все девять пересаженных сердец в кардиоцентре появились там при его непосредственном участии. Свою специальность анестезиолога-реаниматолога он считает той, без которой медицина вообще не сможет существовать. У анестезиолога, у настоящего есть еще, наверное, какие-то миссии, кроме того, чтобы даровать человеку лечебный сон, помочь ему пережить операцию пациенту, но еще и зарядить оптимизмом всю операционную бригаду, где-то вовремя остановить хирурга, потому что, знаете, как говорят, что хороший хирург заслуживает хорошего анестезиолога, а плохой хирург тем более нуждается в нем. О, давайте я вам расскажу. А не будет. Эта манипуляция еще лет 20 назад тоже, казалось бы, фантастикой. Без наркоза пациентке над спинным мозгом вживается электрод-нейростимулятор. При помощи пульта она потом сможет уменьшать или выключать свою боль в спине, ноге, руке или голове. Центр боли Владимир Хиновкер создал с нуля 7 лет назад. В России специализация алгология, то есть лечение боли, не выведена в отдельную, но это вопрос времени, считает Владимир Владимирович. Ведь во всем мире уже признано, если боль не отпускает человека более трех месяцев, то она называется хроническая и может быть самостоятельным заболеванием. В нашем центре боли уже поставлено на поток, например, так называемая радиочастотная абляция, когда под воздействием тока прижигается нерв, как бы выключаясь. Если есть какие-то суставы, которые мы не можем заменить, например, суставы в позвоночнике, 3-4 уровня, и они все болят, и человек не может мучиться. Если мы выключим боль в этих маленьких суставчиках, в пояснице, например, и боль пройдет, позвоночник не будет новым, он будет такой же, но он не будет болеть. Владимир Хиновкер, 51 год, и он как тут на гору Кишива, где только не успевает. Сейчас пишет докторскую диссертацию, преподает в КрасГНУ, возглавляет свой центр и заведует отделением реанимации ФМБА. С некоторых пор стал еще звездой телеэкрана. Ведущего рубрики «Вопросы доктора» в новостях ТВК сразу полюбили зрители. Он с шутками и прибаутками простым языком рассказывает о научном взгляде на серьезные болезни. Считает это своей миссией. Сегодня нету антител, а завтра в НАТО захотел. Все-таки люди должны понимать, что помогают ни гадалки, ни привороты. Ну вот нельзя реально по айфону договариваться там, оставить какой-то код на бизнес, понимаете, или там заговор на болезнь. Нельзя правой рукой вычислять интегралы там двойные, а левой рукой думать, что вот, в общем, Господь должен прийти, и там какую-то свою милость сверху, да еще через какую-нибудь там гадалку, значит, вот на тебя спустить. Говорят, если над болезнью шутить и смеяться, то она обижается и уходит. Доктор Хиновкер наверняка тоже так считает. В отличие от многих коллег, он не кошмарит пациентов с порога, угрожая всевозможными жуткими последствиями. А напротив, вселяет веру и оптимизм. Хоть реаниматолог Владимир Хиновкер видел много смертей. В ковидном госпитале на его глазах умирали в том числе и его близкие люди. Если все время думать о том, что да, часть наших больных обязательно умирает, то, конечно, тут, в общем, ничего веселого нет. Но мы работаем ровно для того, чтобы кого-то спасти. И это, безусловно, жизнеутверждающая часть нашей работы. Помните, еще во времена Пушкина, да, там, ранения в живот или в грудную полость были просто смертельные, просто смертельные, как ужасно умирал Пушкин, да. Сегодня он просто был бы прооперирован и выжил. Директор Центра боли признается, он чувствует, что хоть они ортодоксальны, но евреи. Некоторые его родственники переехали в Израиль. Там, конечно, хорошая медицина, но это для Хиновкера лишь повод перенимать опыт у коллег. Переезжать же на ПМЖ мысли не возникает. Когда мы откуда-то уходим, да, вместо нас остается пусто на какое-то время. А то, куда мы приходим, там, ну, как правило, почти ничего не прибавляется. Потому что там занять свое место будет очень непросто и может не хватить времени. И, в общем, это, наверное, вот аргумент, почему не надо никуда уезжать. Ну, и я, мне кажется, здесь полезный. Семья Хиновкеров, вся медицинская супруга Наталья, любовь со школьных, между прочим, времен, занимается продажей медпрепаратов. Дочь Екатерина, как и отец, анестезиолог, реаниматолог. А сын Миша, даром что школьник, все летние каникулы два последних года подрабатывает санитаром в ФМБА, дабы постичь профессию с низов. Конечно, дома от медицины стараются отвлекаться, но получается не всегда. Бывают случаи, о которых, ну, хочется рассказать, о которых мы разговариваем дома, которые я рассказываю. Особенно, если в них есть какая-то человеческая история. Бывает трагичная, бывает, наоборот, со счастливым концом. По-разному бывает. Но это позволяет лишний раз задуматься, во-первых, о бренности бытия. Во-вторых, о том, что нужно любить и ценить каждый миг. Нужно успеть беречь близких сейчас, пока они с тобой. Потому что потом, знаете, как у Улицка это было, надо успеть делать добро теплыми руками. Наталья Кечина, Сергей Токарев, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова